СМОЛЬНЫЙ 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 В 2018 году у нас парня чемпионат мира по футболу. Станция «Метро-Горный институт», которая появится на течение Большого и 23-й линии, она, как считается, необходима для транспортного обеспечения Мондиале. Потому что на Васильевском недостаточно сейчас станции «Метро». И вот станция вошла в программу. Деньги выделены, к 2018 году должны построить. Соответственно, нужно начинать строить, уже не развести. Дальше все интереснее с Воседоостровской. Там известно очень плохое состояние наклона и ухода, гидроизоляции. Там течет вода. И на рабочих совещаниях метрополитет чуть ли не заявляет, что вот-вот этот вестибюль накренится и уйдет под землю. Состояние плохое. И они просили провести ремонт еще в 2005 году. Подавали соответствующие документы. В середине 2000-х годов. И для этого в 2012 году начали масштабную стройку станции «Спортивная-2». Это, по сути, второй выход со «Спортивной». Очень дорого стоит этот выход. 7 миллиардов рублей. Для сравнения, один детский сад стоит 200 миллионов, школа 1 миллиард. Соответственно, это 7 школ. Стоимость такая высокая, как говорят, из-за того, что там под него нужно делать туннель. Плюс работы проводятся не со счетом, а вручную. Наклонный ход несколько десятков метров. Поэтому такая стоимость. И для чего ее строят? Единственное обоснование для строительства такой дорогой станции, при том, что на другой стороне есть спортивные, собственно говоря, ну ты перешел через мост, вот тебе спортивные, это необходимо закрыть Васильевского острова. Ну, то есть, хоть жителям Васильевского острова, хоть как-то будет хоть какая-то станция метро в восточной части. Ну, потому что и заставить их еще идти через Тучков мост, как-то совсем издевательство. Поэтому вот считалось, что спортивные 2 необходимы для закрытия Васильевского острова. Это прямо увязывалось официально, в официальных ответах губернатора, в том числе на запросы Лишневского тоже. Было такое, что как только мы построим спортивные 2, мы закроем Васильевского острова. Поэтому, если сейчас не закрывать Васильевского острова, то, во-первых, все-таки есть, наверное, какие-то основания о опасении метрополитена, первое. И второе, тогда спросят, а зачем тогда потратить ей 7 миллиардов? Может, лучше было бы построить школу 7, а не делать спортивные 2? Там для местных жителей, которые живут на набережном Макарова, я не думаю, что им в силе нужен второй выход. И плюс есть Тучков мост. Официальная позиция такая. Тучков мост находится в плохом состоянии. И требует тоже срочного ремонта. Там действительно видно, что снизу пролеты проржавели и все прочее. Поэтому, но насчет Тучкова есть такой интересный момент. В свое время, когда заказывался проект реконструкции Тучкова моста, городские власти при Валентине Ивановне Матвиенко запланировали, что будет так. Сначала построят мост через Серный, а потом закроют Тучков. Ну, то есть, по сути, Серный будет дублирован, Тучкова проблем не будет. Но, как известно, в 2011 году, после прихода в Смольную, новые команды от строительства моста через Серный отказались. Сказали, что слишком дорого, чтобы потом вернуться через пароль к этой идее. А документация по Тучковам уже готова. Вот сейчас она выходит из экспертизы. То есть, если бы логика действовала старая, то мы бы сейчас имели Серный и закрыли бы Тучков, проблем не было. А сейчас Серного нет, но приходится закрывать Тучков. По официальной версии нужен ремонт. Плюс еще, это не отразится, наверное, на проблемах жителей транспортных, потому что там сейчас нету каких-то дорог. Но, может быть, отчасти повлияет на ситуацию на острове. Нужно прибивать набережную Макарова до ЗСД и строить, собственно, мост через Серный. Опять же, должны были строить давно, проектировали давно. Но там потом возникли проблемы при проектировании. Там завод «Алмаз» был против того, чтобы мне забирали территорию. Началось перепроектирование. Хотя, когда «Алмаз» уперся рогом, год-полтора ничего не происходило. То есть, опять же, была небольшая задержка. Непонятно, почему она произошла. И вот мы сейчас имеем этот ком. Мы имеем необходимость закрыть Василия Островская, необходимо строить Горный институт, потому что Чемпионат мира по футболу, Тучков, Набережная Макарова-Серный. А Набережная Макарова-Серный тоже необходима Чемпионат мира по футболу. Это теплосеть, которая хочет под Большим проспектом заменить. Да, еще вот теплосеть в это дело, грубо говоря, вписалась. То есть, ситуация следующая. Там действительно постоянно прорывы происходят. И логика типа сети, она отчасти оправдана. Если вы сейчас скрываете асфальт на Большом проспекте для строительства метро, так давайте мы сразу сети переложим и забыть про эту проблему. Но пока по типу сети официально еще она не включена в эту программу. Хотя есть вероятность, что мы получим еще закрытие Большого не на участке, от 27 до 23 для строительства метро, как сейчас планируется. А вот начало от наличной до 23, это в 16, в 15 году, и оставшийся кусок в следующем году. И одновременно сделают капремон Большого проспекта. Вот как бы я обрисовал ситуацию, да, так что анализируйте, есть ли возможность развести или нет. С одной стороны, возможно есть, а с другой стороны, возможно и нет. При этом у города, у него многие вещи, они дают на него даже скорее, как сказать, ну вот сейчас не закроют они Василиостровскую. Можно спросить, а зачем тогда строили спортивные 2? Не начнут ремонт Тучкового? Скажут, зачем тогда говорили, что он совершенно необходим? Ну то есть тут такая ситуация патовая. Понятно, то есть это эпопея, судя по всему, до 18 года, до чемпионата мира. Ну там, значит, со станции метро до 18 года, с Василиостровской это один из месяцев. То есть если закрывать, например, с Едине, в 15 мы получаем только в 16. При этом там уже собирается строить вестибюль наземный, возможно будет новый вестибюль, возможно там будет торговый центр, были такие планометры политена, построить на этом месте торговый центр. По Тучковому мосту это 2 года, то есть при этом в нынешнем варианте транспортной схемы все потоки будут идти только в сторону Петроградки, по 3 полосы. Ну и пробивка Макарова это минимум 2-3 года тоже чемпионата мира по футболу. Ну в общем, если так, да, заключать, то это где-то к 18 году будет город-сад. А вот до 18 года придется потерпеть, причем серьезно. Потерпеть практически уже сейчас, я думаю, любой житель Васильевского острова скажет, что он терпит. Но сейчас это просто райская получается ситуация по сравнению с той, которая может в ближайшее время начаться. Там есть какие-то выходы? Или что делать? Надо закупить макароны, забаррикадироваться? На мой взгляд, я, конечно, не специалист большой, я просто журналист, я не являюсь мостовиком. Но, возможно, можно потерпеть с капремонтом Тучкового моста. С капремонтом. Нужно понимать, что зачастую, если есть проектная документация и какое-то моральное обоснование для включения проектов в бюджет, то чиновник будет делать все, чтобы этот проект включили, потому что это освоение денег, это бюджет и все прочее. Ну я ничего плохого не имею, просто как бы новый проект всегда любят чиновники. Мы так бюджет не осваиваем. Да, да, чиновники любят новые проекты, это масштабно, это красиво, это есть чем заняться, поэтому чиновник всегда будет оставить проект. Но я не уверен, честно говоря, до конца доказано необходимо закрыть капремонт Тучкового мосту на следующем году. Опять же, капремонт Тучкового привязывается к чемпионату мира по футболу. Ну, как бы, мост есть, но, может быть, можно потерпеть. В связи с Леостровской нет морального права терпеть, потому что, опять же, тогда эти 7 миллиардов... Аварийность просто. Ну и да, и плюс эти 7 миллиардов, они просто тогда как кость в горле встают и говорят, зачем. А со станции метро Горный институт уже терпеть уже нельзя откладывать, потому что там уже метрострой вышел и начал рубить деревья. Поэтому, похоже, максимум, что можно сделать, это избежать капремонта Тучкового моста. Но, похоже, настроенные в этом отношении решительные. Поэтому будем смотреть на транспортный коллапс. Да, нас ждет интересная ситуация, хотя, уверен, что жители Васильевского острова и те, кто там работает, они назовут ее по-другому. Не, ну, понятно, причем вот эта транспортная схема, которая представлена, она как? На основании чего были сделаны потоки? Есть такая транспортная модель у города. На ней потрачено, не помню, несколько десятков миллионов рублей. То есть, проводились замеры в разных рынках города, потоки и все прочее. Это такая огромная компьютерная программа, я как-то видел серверы с информацией. И вот вы задаете в эти серверы некое задание, что, а что будет, если мы закроем вот там? И дальше эта программа вам считает и как бы выдает, что, например, там увеличится настолько это потоки. Они постоянно проводят новые обмеры по транспортной интенсивности. И как бы формально это компьютерное моделирование происходит. И это моделирование показало, что нужно на Тучковом мосту только в одну сторону на два года, в сторону Петроградки. Потому что, если обратно будут пробки, нужно закрыть Кадетскую от Среднего до Макарова, что весь поток шел оттуда, с севера острова. Вот это показала эта модель. Ну, как бы, вот так на первый взгляд, многие люди не понимают, зачем закрывать Кадетскую. Может быть, модель верна, и она покажет, что действительно пробки будут минимизированы. Там есть еще одна проблема, любопытная, о которой, кстати говоря, еще не говорили. Там же по среднему пустят трамваи. Трамвайная линия ограничена долинеаторами. Ну, и трамвай будет ходить до Спортивной 2. Во-первых, непонятно, что будет с парковкой на Среднем. Если трамвайные пути ограничены долинеаторами, то, значит, и мы имеем еще парковку на Среднем, то для машины остается такой узенький проездик, одна полоса. Ну, как бы, считай, не проехать, да? Это первый момент. Второй момент. Там стрелку не сделать, в районе Спортивной, ой, кольцо для трамваев. Там сделать стрелку, и будут ходить двухкабинные, челночные трамваи. И сейчас только у города 19. Часть используется на садовой линии, и оттуда снимать как-то будет нехорошо. Это вот, типа, возродили трамвай в центре, в свое время был громкий проект. И там как раз тоже стрелка на Синой. А, честно, Новочеркасская, там очень напряженный, напряженный участок. Поэтому нужно либо новые спешно покупать, либо сейчас, по-моему, свободных есть 8 трамваев. 8 очень мало для линии Спортивной 2, Приморской. Нужно еще. Нужно либо снимать оттуда, а там тоже жители будут недовольны, либо покупать новые. А покупать новые нужно сейчас в конкурсе, потому что вам так быстро трамваи, это не пирожки, их не слепят. Это нужно, наверное, как бы там минимум полгода для закупки 3-4. В общем, вот такой аспект. Да, ну хотя бы трамваи, да, надеюсь, их все-таки найдут, потому что или перекинут из какого-то все-таки менее загруженного. Ну, я думаю, с Новочеркасски перекинут. Да, потому как автомобили на Васильевском острове теперь, видимо, понадобятся только для того, чтобы ездить внутри Васильевского острова. Выезжать будет до 18-го года, по крайней мере, очень затруднительно. Если бы там были каналы, можно было, как при Петре, на лодках плавать. Кстати. Ну, с закопанными, к сожалению. А сейчас еще, может быть, лед встанет. Воду посетить по линиям, по центру и плавать, да. На самом деле, не хотелось бы иронизировать. Очень грустно, что накопились эти проблемы. И, как сейчас достаточно понятно объяснил Андрей, во многом неразрешимые. Ну, умеем терпеть, как считается. Значит, будем терпеть. Удачи и до встречи. Продолжение следует...